Во дворе у ребятни горки и качельки, а для бабушек у нас яркие сломейки. Частушки, танцы, чаепития – все это праздник двора в советском районе. Тут жители четырех многоквартирных домов отмечают открытие новой площадки. Пустовавший двор на Воронова – теперь точка сбора всей местной ребятни. Тут вообще ничего не было. Сейчас мы с садикой сразу сюда, потом идем домой к семи часам. Раньше не получается. Вообще хорошо, весело. Сейчас хоть что-то стоит – качели, горка. А то один корт получается, и вообще негде гулять. Ребятишки в тот двор ходили, либо за этот дом туда. А вот эта горка первый раз у нас будет из-за льда. Вообще классно. Но это здорово. Правда. Качели, горки, ракеты, лавочки, ограждения и капитальный ремонт дороги. Все это было сделано за одно лето. Преображение двора обошлось в 9 миллионов рублей. 90% суммы – это средства, выделенные компанией «Русал». В этом дворе никогда ничего не было. Были такие убогие разбитые дорожки. Не было ни детской обстоятельств, ни ничего. А сейчас они получили шикарную вещь. На следующий год мы это еще и доделаем. И проведем здесь сиреневый день вместе с компанией «Русал», чтобы вообще двор просто преобразился и засиял. Компания «Русал» по специальной программе выделила деньги на те дворы, которые не могли попасть в программу государственного софинансирования по программе «Комфортная городская среда». Жители хотели сделать двор и подавали заявки несколько раз. На Ворнова яркий пример. Двор делят четыре дома. Из-за проблем с межеванием двор так и не попал в госпрограмму, но получил поддержку бизнеса. Мы, кроме того, что сделали двор, мы решили сегодня и праздник подарить жителям двора. Но я впечатлен количеством детей, количеством вообще людей, поэтому убедился, что мы не случайно выбрали очень правильно именно этот двор для нашего пилотного, так скажем, проекта. Это не единственный объект, который мы в этом году делаем. Мы сделали три объекта. На следующий год мы планируем продолжить эту программу. Исторически так сложилось, что советский район возник благодаря строительству алюминиевого завода. И сегодня здесь со своими семьями живет большинство сотрудников «Русала». Поэтому компания активно участвует в развитии района. В 2019 году на благоустройство дворов направили 13,5 миллионов рублей. И сейчас «Русал» готовит планы благоустройства для 2020 год. Полина Кольт, Владислав Рыбаков, Новости Прима.